Число граждан, теоретически составляющих населения одного села, повлияли на судьбу всей Молдовы. Речь идет об 11 тысячах представителей диаспоры, чьи голоса стали решающими на еврореферендуме 20 октября. Хотя в самой Молдове большинство избирателей проголосовали против. Съемочная группа Пятого канала нашла населенный пункт, в котором когда-то проживало около 11 тысяч жителей. То есть именно столько, сколько повлияло на результаты нынешнего всенародного плебисцита. Мы находимся в селе Карпинене Ханчешского района, которое когда-то было одним из крупнейших в стране и где когда-то проживало около 11 тысяч жителей. Примерно столько же граждан на нынешних выборах решили судьбу остальных почти 2 миллионов 600 тысяч избирателей. Эти 11 тысяч человек в разные годы покинули родину, пополнив ряды диаспоры. Как говорили когда-то, Ленин умер, но дело его живет. Так и сейчас люди уехали, а их голоса имеют значение. Один, два, три здесь никого. Отсюда трое уехало, и справа один. Четверо? Четверо. Давно уехали? Давно. Там они обосновались. Домой часто приезжают? Редко, очень редко. Раз в три-четыре года, может чаще. Видите, тут все заброшено. А из села много уехало? Много, потому что село у нас большое, и многие уехали. На улице имени Штефана воды этого населенного пункта четыре семьи давно уже покинули Молдову. Обосновались в Греции, Италии и Соединенных Штатах, и назад возвращаться не собираются. Вместе с тем, они выбирали, как лучше жить соседям, оставшимся дома. Владельцы этого дома уже более 30 лет живут за границей. Их дом давно уже там. А дом в Карпененах, как видите, ветшает, разрушается и зарастает травой. Соседи говорят, что хозяева редко приезжают домой, ненадолго, и не видят своего будущего здесь. Ни с Европой, ни без. Они уехали или в Грецию, или в Италию с 1979 года. Пока они не приехали продавать дом, вы часто их тут видели? Они иногда приезжали. Что вы думаете о том, что люди из диаспоры, которые давно уже там, обосновались, на выборах решают за вас? У них не должно быть права голосовать. Да и за что им голосовать, если они не знают, что здесь происходит? Если я живу дома, какое сосед имеет право мной управлять, правильно? Сосед, который не жил здесь десятилетия. Этого соседа нет в живых. У этой женщины умер муж, и она уехала в Америку. Семья, которая долго здесь проживала, не появлялась дома уже больше десяти лет. Хозяин умер, а жена забрала дочерей и уехала. Соседи говорят, что они теперь живут в Греции. И вероятность того, что они когда-нибудь вернутся в родительский дом, равна нулю. Но даже если их больше ничего не связывает со страной, эти люди вполне могут оказаться среди избирателей, которые идут на выборы и решают, как жить тем, кто остался в Молдове. И это ненормально, говорят сельчане. Когда они уехали? Давно уже. Давно это сколько? Где-то лет 10 должно быть. Они все там, и семья, и дети? Ее муж умер, и женщина уехала. Она часто приезжает домой? Нет. Как вы считаете, это нормально, что люди, которые десятилетиями не приезжают в Молдову и давно уже обосновались за границей, решают вашу судьбу? Нет, это ненормально. Аналогичная ситуация наблюдается и на улице Лопушница. Здесь почти не осталось жителей. Дома заброшены уже много лет. Некоторые из их владельцев так никогда сюда и не возвращались после того, как уехали. Тем не менее, они тоже могут решать судьбу покинутой ими страны. Много людей уехали? Много людей уехало за границу? Большинство. А у вас тут сколько домов остались заброшенными, и люди уехали? Начиная отсюда где-то около 10. И они уехали за рубеж уже много лет? Много. Часто приезжают домой? Вообще не приезжают. Купили себе жилье где-то в Италии, Москве и не возвращаются. Знаю, что раньше у вас в селе было много жителей. Раньше тут по дороге можно было встретить по 50 человек, а сейчас идешь до конца села, возвращаешься обратно и ни одного не встретишь. Напомним, что согласно предварительным данным Центра избиркома, за изменение Конституции с целью вступления в Евросоюз проголосовали 50,38% избирателей, против 49,62%. Причем, если в самой Молдове большинство проголосовало «нет», то в диаспоре 77% проголосовавших сказали «да» изменению Конституции. 23% были против. Продолжение следует...